Моя программа состоит из трёх ступеней. Первая ступень – директивные техники гипноза, которые включают в себя тест на гипнабельность, то есть определение гипновнушаемости, и восемь техник гипнотизации. Разные техники. Почему? Потому что нет универсальной, стандартизированной техники. Человек невидуален. И кому-то нужны техники мягкие, последовательные, медленные. Кому-то нужны быстрые, то есть оперативные техники мгновенного воздействия, повелевающие. Поэтому есть определённый диапазон технического воздействия. Восемь техник гипнотизации. И далее тест на определение глубины погружения. По международной классификации, где рассматривается 9 трансовых состояний. От самого лёгкого до самого глубокого. Определив глубину погружения, мы знаем, какую работу можно проводить с пациентом. Не каждый человек подвластен гипнотическому внушению. Каждый человек погружается в лёгкие стадии гипноза. Но в лёгких стадиях гипноза также проводятся определенные работы и на восстановление, и на мобилизацию, и на перестройку психологии. Но определённые серьёзные работы, кодирование, гипнотерапия проводятся в глубоком гипнозе. Не каждый человек погружается в глубокий гипноз. Но когда мы проводим тест на определение глубины погружения, мы знаем, будет положительный эффект, стоит ли работать с пациентом, или мы не сможем ему помочь. Если мы не сможем ему помочь, значит, мы об этом говорим. То есть тест на определение глубины погружения даёт нам возможность определить ответную физиологическую реакцию на наше воздействие и знать, какую работу мы будем проводить с ним и насколько будет положительный эффект нашей работы. Это первая ступень. Вторая ступень – гипнотерапия и кодирование. Научились мы погружать в центр гипноза, то есть состояние, определять глубину его погружения. Мы можем проводить кодирование от табакокурения, от ожирения, от алкоголя, кодирование на перестройку психологии, гипнотерапия. Общий принцип гипнотерапии – моделирование текста внушения при лечении от любого заболевания. Каково должно быть количество установок? Как моделируются установки? Каково количество повторений данных установок? Зная это, мы знаем, как проводить гипнотерапию. Первая ступень и вторая ступень – 90% времени – это практическая работа. Все, что заявлено в программе, ученик этим овладевает. Он не просто удовлетворяет свой интерес и свое любопытство, а он владеет этим, он умеет это делать. Для того, чтобы больше времени уходило на практику, писать практически ничего не надо, я выдаю учебное пособие, в котором все уже пропечатано. Третья ступень – завуалированные техники гипноза, когда человек не знает, что на него оказывается воздействие, которые называются лудистым гипнозом, цыганским гипнозом, нейролингвистическим программированием. Программа, я уже об этом говорил, она целостная. От входа в контакт до призыва человека к принятию решения. Здесь отрабатываются техники мысленного гипноза, практически отрабатываются. У меня есть определенные бланки. И когда мы неоднократно происходит отработка техники мысленного гипноза, мы наблюдаем, что с каждой практикой результат увеличивается и увеличивается, что дает нам понять, что все заключается просто в практике. Количество переходит в качество. Каждый может владеть этим. Далее, моделирование информации, которой мы хотим повлиять на человека. Как делается информационная модель? И подача информации. Наша эмоциональная окраска. Мимика лица, выражение глаз, язык телодвижения. Не говоря уже, что я использую и рассказываю много разных тонкостей, о сюжете переговоров, где должны проводиться переговоры, в чем должен быть одет человек. То есть, стоя они проводятся или сидя. И так далее. То есть, это, можно сказать, как в спектакль, как режиссер в спектакле, делается определенный сценарий. Это определенные тонкости, которые, можно сказать, как бы гипнозу не имеют отношения, но это является способствующим фактором. Вот вкратце о своей программе. Также третья ступень – это практическая работа. Модель, и мы отрабатываем практическую подачу информации. Человек, прошедший курс, овладевает этими способностями, в дальнейшем может использовать их в жизни и может работать. Я выдаю определенный сертификат о пройденном материале. И в дальнейшем человек, который прошел более углубленные занятия, он получает сертификат, лицензионный, который дает ему право на использование данных техник. Занимается целителем, они также погружают человека в гипнотическое состояние. Но когда целитель знает профессиональные аспекты, потому что погрузить в трансовое состояние несложно. Но знание удержания рапорта, контакта с подсознанием клиента, умение формировать транс, углублять, удерживать долгое время, умение профессионально моделировать созидающие установки повышает эффективность воздействия целителя. У нас очень много хороших целителей, очень много народных психологов, которые не имеют психологического образования, но очень имеют хороший опыт, или просто природную проницательность. Они могут составить определенный психологический патрон, они знают, как помочь человеку. И ничего здесь плохого нету, когда человек обладевает профессиональными знаниями определенных психологических аспектов. Они только способствуют его деятельности, его работе. В качестве даже по работе.